75 лет победе в Великой Отечественной войне. Она забрала 1418 мирных дней и миллионы жизней. Чтобы сохранить надежду в светлое будущее и вернуть мирное небо, ежедневно на фронт уходили сотни тысяч солдат. Не всем из них повезло вернуться назад, туда, где их ждут больше всего на свете – их семьи. Те, что вернулись, стали героями. Их лица – это лица победы. В их глазах живая история. Телеканал «Самара ГИС» представляет откровение ветеранов Великой Отечественной войны. До призыва в армию я при военкомате, значит, до призыва прошел курс молодого бойца и школу младших специалистов по вооружению авиационных специалистов. В 17 лет был призван. Это 17 августа 43-го года. Молодой солдат Коля Муренков отправлен в 765-й штурмовой авиационный полк. Боевая часть на Украине, близ Харькова. Оружие этой части – легендарный штурмовик Ил-2. Конструкторы прозвали его боевым танком, немцы – черной смертью. Самолет оснащен двумя пушками, пулеметами и реактивными снарядами. Николай Муренков готовил боевую машину к сражениям. Прошло больше 70 лет, а мужчина помнит все до мелочей. Я должен был все время подготовить к боевому вылету все вот это вооружение. Это патроны для пушек было по 130 штук, для пулемета – по 700 штук в ящике. А для третьего пулемета – 160 штук. Все это должен без всяких запинок или недоделок. То есть, когда летчик вылетал на боевое задание, чтобы оружие и все остальное работало как нужно. В мои 18 лет 50 килограммов веса и 1,56 метра высотой, значит, для меня это очень было трудно. Чтобы поднять бомбу 50 килограммов на замок, в бомболюк, это мне, ну, я не знаю, там двоилось в глазах, не двоилось, но с большим усилием я это все исполнял. За время боевых действий у меня, по моей вине, ни одного отказа, любого оружия не было. Ни одного. У меня мысли только одни были, чтобы работало все безотказно, чтобы не было никаких замечаний. То ли я, значит, с детства привык, что родители требовали всегда, что я делал. Вот сказали, вот то сделай, значит, я должен сделать то, так, как они сказали. И поэтому у меня это, наверное, вот, ну, что ли, как бы, как следствие, что ли, того, вот, что я всегда думал только об одном, чтобы все, что я делаю, работало отлично. При перебазировке из средней части Украины в западную Украину, нас, бандеровцы, значит, хотели, ну, что ли, уничтожить наши боевые самолеты и нас. В этом случае нам приходилось защищаться. Значит, технический состав имел каждый карабин, и к этому карабину по тронтаже у него было 45 боевых патронов винтовочных. Вот. Это единственная, как бы, защита. А для того, чтобы самолет сохранить, нам пришлось некоторые самолеты поднять на козелки хвостовую часть, и самолет в горизонтальное положение, значит, установить. И уже, значит, самолета, летный состав из пушек и пулеметов по этим нападавшим вели огонь. И единственное, что еще нам помогло, это партизанах Кавпака. Технари, как себя сами называли Николай Петрович и товарищи по службе, всегда защищали самолеты и армию. Они шли следом за пехотой. Нам, технарям, как говорят, приходилось, вот особенно здесь, вот в Познании, значит, вступать непосредственно в бой с этой прорвавшейся, значит, группировкой. Вот они выходили и творили, ну, что хотели. И уничтожали самолеты, вот, если им удавалось, а удавалось, и много. Людей, я непосредственно, ну, и другие товарищи мои непосредственно приняли участие. Самосохранение у каждого, что ли, было, так? Не выставляли себя на показ или как, а по-пластунски или как подвигались к тому месту, где они располагались там, в доме лесника. Вот. Вот. И мы их, значит, захватили. Оказалось, что это летный состав по национальности чехи, вот, которые потом плакали, когда их, значит, привезли мы в часть, вот, и командир части приказал уничтожить. Западная Украина, Белоруссия, Брестская крепость. Больше всего советских солдат удивила Польша. Столько разрушений немцы нанесли, что дома разрушенные осыпались, вот, многоэтажные, и получается, что они друг на друг, значит, в улице перекрыли кирпичом, ну, там ни пройти, ни проехать было. Вот. Вот. А как конкретно, значит, летный состав наш, это только подсказывает моя работа, что он выполнял задание, какое ему было, значит, дано. То есть моя работа не отказала. Те бомбы, то снаряжение, вооружение сработало как надо. Бомбы были и осколочные, и зажигательные, и противотанковые. Помогли советским бойцам на пути к победе специальные бомбы. Благодаря мозговому штурму советских конструкторов появились снаряды весом всего 2,5 килограммов. Такие боевые малышки уничтожали целый танк. Наши конструкторы придумали, чтобы это взрывчатое вещество не разлетало, значит, под 90, значит, на все четыре стороны, а чтобы направлено было в одну точку. И вот в момент взрыва, значит, это секундное дело, но части, разлетая, значит, встречались на пути друг к другу, образуя поток, вот, огневой поток. Этот поток, значит, достигал 3400 градусов. Вот бомба за какие-то секунды, за какие-то секунды прожигала любую бронь врага на любое место попавшее. Значит, материал был изготовлен так, что она не отскакивала, впадая на сталь, вот, или на что-то, на какое-то препятствие, а как бы присасывалась, как бы притягивалась, вот. Мгновенно прожигала насквозь любую толщину этой стали, и там только взрываясь, уничтожала и боекомплект в этом танке, и, естественно, танкистов. Вот 2,5 килограмма. Победу Николай Муренков встретил в Берлине. Узнала на ней одним из первых. Берлин пал. Вот это пехота, танки, самолеты, мы непосредственно штурмовики. Вот. Это сделали. 7 числа, ну что ли, по радио, на самолетах радио уже, вот, было. И пехота, то есть пехота, западные части, вот, сообщали, 7 числа, что Берлин пал, вот, и будет подписан акт о капитуляции. А акт о капитуляции был подписан 9 мая. То есть, 2 дня после того. Вот это вот впечатление. Значит, я дежурил на командном пункте. Вот, значит, начальник, с которым я там дежурил, говорит, что это за стрельба? Иди посмотри. Я вышел из этого помещения и посмотрел, значит, в небе, значит, осколочные или зажигательные, значит, снаряды, взрываясь. И со всех калибров, вот, зенитные танковые пушки, вот, значит, пехотные, значит, из автоматов или карабинов, одна стрельба. Я говорю, я не понимаю, что это такое. А ему уже по телефону сообщили, да это победа. Вот в таких условиях я встретил победу. После Великой Отечественной рядовой Николай Муренков еще долго не приедет на свою родину. Впереди у него Китай, где он получит звание капитана. Домой вернется лишь в 74-м. После всю жизнь посвятит труду на заводе «Экран». Говорит Москва, Германия полностью разгромлена. Китables. Китables. Продолжение следует...